И у нас следующий доклад от Альмира Измайлова. От Альмира Измайлова следующий доклад. Альмир – пресейлс инженер Абрис Дистрибьюшн. И у него будет презентация о решениях поля. Мы очень много говорили о людях. Давайте немножко поговорим о железках. Альмир. Всем добрый день. Меня зовут Альмир Измайлов. Я являюсь пресейлс инженером компании Абрис Дистрибьюшн. И я вам сегодня расскажу про решения от поля для контакт-центров. Для начала немного о самой компании поля. Кратко, наверное, пробегусь по тем решениям. Просто предыдущие докладчики говорили о том, как справлялись люди во время пандемии, как взаимодействовали и так далее. Компания Поли – это краткая предыстория. Этот бренд появился в 2019 году. Но на самом деле за этим брендом стоят такие компании, как Плантроникс, которая появилась в 1961 году, и компания Поликом, которая появилась в 1990 году. Объединение данных компаний произошло в 2018 году. И в 2019 году как раз был представлен объединенный бренд Поли. И в данный момент теперь компания Поли является поставщиком комплексных решений для коммуникаций. Это начиная от гарнитур, как раз тема сегодняшней презентации. Также это телефоны настольные, это конференц-телефоны, это системы видеоконференц-связи, это программное запрещение и сервисы, которые позволяют сотрудникам эффективно между собой коммуницировать. Главное – это безопасная коммуникация. Начнем с гарнитур. На самом деле гарнитур очень много в компании Поли. Я расскажу только, скажем так, о самых ходовых, которые используются в сегменте именно офисных коммуникаций. Это линейка беспроводных гарнитур Voyager, которая представлена шестью гарнитурами. Voyager Focus UC – это близкая к эталону гарнитура премиального формата, сделанная из суперкачественных материалов и так далее. Есть технология активного шумоподавления. Есть смарт-сенсор, который позволяет определять устройство на голове пользователя, или он снимает. Если во время просмотра видео или аудиодорожки прослушивания пользователь снимет с себя гарнитуру, то автоматические воспроизведения ставятся на паузу. Есть опциональный стенд для подзарядки. Есть гарнитура Voyager 6200 UC, которая позволяет для тех, кто, наверное, не хочет что-то у себя на голове носить. Крепление на шею, наушники-вкладыши, также система активного шумоподавления, стенд для подзарядки. Это, я пропустил, не сказал, что это Bluetooth все гарнитуры, поскольку у компании Poly есть еще другой формат беспроводной связи. Есть гарнитура Voyager 8200 с большими амбишурами, тоже хорошие материалы изготовления. Вас не должна путать фразы гарнитура без микрофона. Микрофон есть, он встроенный. Также, вот как раз написано Dual Mode Active Noise Cancelling. Это есть возможность переключать варианты, два варианта, как можно использовать активное шумоподавление. Есть более бюджетный вариант Voyager 4200 UC в формате моно и стерео. Все данные микрофона, они сертифицированы для использования с коммуникаторами и Zoom, и Microsoft Teams, и Skype for Business, возможно, Avaya, Cisco, ну, с различными сервисами. Все данные микрофоны поддерживают технологии Poly для получения кристального чистого звука, чтобы все друг друга хорошо слышали. И, вот, допустим, Focus UC благодаря встроенным микрофонам позволяет использовать технологию Noise Block, когда приглушаются любые сторонние шумы, разговор, шуршание бумаги, когда кто-то печатает громко на клавиатуре и так далее. Есть линейка, есть наушники простые совсем в использовании, да, это Bluetooth гарнитуры. Допустим, Legend UC данная гарнитура уже на рынке более 10 лет, и она до сих пор не снимается с производства, поскольку некоторые заказчики до сих пор используют данные гарнитуры, и компания Poly продолжает выпускать, поскольку есть спрос. Есть новый вариант Bluetooth гарнитуры с чехлом для подзарядки, это Voyager 3200, также поддерживается качественный звук благодаря технологиям, унаследованным от Plantronics. И такой нюанс, что все эти гарнитуры можно подключать как к персональным компьютерам, так и мобильным устройствам к телефонам по Bluetooth, но если вы хотите, чтобы работали гарантированно технологии от Poly, лучше подключать через USB dongle, который вам гарантирует, что будут все технологии использоваться Polycom, Poly, извиняюсь, и пользователи будут очень качественно слышать собеседника. Есть семейство проводных наушников BlackWire, есть такое разделение, как на премиальный сегмент, BlackWire 8225, есть средний сегмент 5200, и более бюджетный вариант это 3200. Данные гарнитуры похожи дизайна, но начиная от премиального сегмента, это более качественные материалы, это возможность подключения к любым устройствам с поддержкой USB Type-C, если говорить о более бюджетном варианте, BlackWire это более дешевые материалы, используются в качестве амбишур, это эко-кожа, если мы говорим о решении BlackWire 3200, это самый бюджетный такой масс-маркет, и бюджетные материалы, и самые популярные, наверное, решения, особенно для тех, кто находится в OpenSpace, сидит в офисах. Как я говорил, можно подключать к любым устройствам по USB, есть модели, которые имеют у себя 3,5-миллиметровый разъем для подключения к мобильным устройствам, опять же, которые имеют данный разъем. Если говорить о уже, скажем так, офисных колл-центрах, есть беспроводное решение, это семейство Savi, которое позволяет к базовой станции и подключать до 4-х устройств. В зависимости от серии, можно взять в формате моно, можно в формате стерео, поддерживается до 12 часов разговоров. Если говорить о решении Savi 8240-45, то благодаря базовой станции с запасным аккумулятором, который можно заменять во время работы, во время разговора, то можно сказать, что данные наушники могут работать вообще без ограничения времени. И удобная конструкция. Кому как удобно, пользователь может выбрать или ушное крепление, головное крепление, или укрепление на шее. Вот как раз базовая станция. Тут можно посмотреть, что можно подключить стационарный телефон, можно подключить компьютер, можно подключить мобильное устройство. К мобильному устройству по Bluetooth подключается. И там зажимая две клавиши, можно объединить в одну конференцию несколько звонков на основе базовой станции. Используется технология DECT, в отличие от Bluetooth, это большая дальность, это до 180 метров, если без помех. Поскольку используется протокол DEX Security, то используется, опять же, шифрование 128-битное. И, опять же, все технологии от Polycom, которые позволяют, чтобы собеседник слышал вас идеально чисто, и вы, соответственно, его также слышали идеально чисто, не слыша другие помехи. Есть сайт. Если мы говорим о наушниках, о гарнитурах, которые будут использоваться именно в колл-центрах, то Polycom рекомендует начинать подбор гарнитур именно с данного сайта, где можно выбрать телефоны, которые будут у вас использоваться в вашем контакт-центре, и подобрать, соответственно, те гарнитуры, которые будут использоваться, которые будут совместимы именно с данными моделями телефонов. Серия наушников, гарнитур, извиняюсь, которые рекомендуются и созданы компанией Poly для использования именно в колл-центрах, это N-Core Pro. Данная серия уже выпускается более 10 лет, и она себя очень хорошо зарекомендовала. Опять же, есть премиальная серия, это N-Core Pro. Данные наушники, вся линейка N-Core Pro обладает гарантией на устройство 2 года. Данные гарнитуры, если говорить о N-Core Pro, может подключаться линейка N-Core Pro 700, это премиальная серия, это легкий алюминиевый сплав, это уникальный выдвижной микрофон, который можно регулировать, это технологии шумоподавления за счет встроенного процессора, это технологии блокировки пикового шума, когда, допустим, оператор звонит куда-то и вдруг включается факс, очень неприятный звук происходит. Данные наушники за счет технологии SoundGuard позволяют снизить уровень шума и таким образом не навредить оператору. Это сменные амбушюры, легкий вес. Если использовать кабель, вы видите на слайде QDDA, это Quick Disconnect, если, допустим, оператор долго сидел за рабочим местом, решил встать, налить себе воды, чай или кофе и забыл снять наушники, то данный кабель предохраняет от того, чтобы пользователь вдруг не порвал провод, наушники просто отстегнутся безопасно и устройство не будет повреждено. Есть средний ценовой сегмент, это Encore Pro 500, самый дешевый, извините, самый легкий материал и самая легкая гарнитура в своем классе. Есть, опять же, различные варианты, это моно, стерео, на одно ухо, крепление на шею или на голову. Технологии шума и эхоподавления, современный дизайн, есть возможность настройки микрофона, поддержка соединения по кабелю QDDA или возможность соединения по USB. И новинка это Encore Pro 300, это более дешевый вариант, более дешевые материалы, но также долговечная служба, поскольку данные наушники все тестируются на отказ на наработку, переключатели и так далее. Используются амбишуры из поролона, но это запатентованная форма амбишур, так что гарантированное поликом пассивное шумоподавление, это чистое звучание, опять же, сменные амбишуры и массовый бюджетный сегмент для того, чтобы могли приобретать и пользоваться. Это совсем новая линейка, новая модель Encore Pro 300. эти гарнитуры были выпущены как раз для России и для стран СНГ, поскольку к ценообразованию немного разный подход в Европе и в России, там на цену смотрят в последний момент именно на удобство, в России и в странах СНГ смотрят сначала на цену, а потом уже на удобство. Но все гарнитуры удобные, можно их подстраивать под себя, ну и более бюджетный вариант. Ну, у меня, в принципе, все. Собственно, да, уже вы и закончили. Хотел задать такой вопрос. Поли еще не выпустила специальную какую-то модель гарнитуры для контакт-центра на удаленке, потому что когда это дом, дети, посуда, животные. На самом деле контакт-центр на удаленке это можно использовать Encore Pro 300, например, поскольку есть и подключение и по USB Type-A, Type-C. Это как раз такой бюджетный сегмент, который можно массово закупить. Эти наушники, они, грубо говоря, неубиваемые, поскольку есть примеры, когда эти наушники служили 5 и больше лет. Для домашнего использования само то. Да, для домашнего, поскольку микрофон с шумоподавлением, какие-то сторонние шумы все равно будут гаситься. Опять же, шумы бывают разные. Если будет резкий крик ребенка, он как-то приглушится на каких-то частотах, но не весь. Поэтому тут вопрос такой, что нужна изолированная комната, какие-то сторонние шумы все-таки будут срок красить. Да, но, к сожалению, не всегда это возможно. Да, это не всегда возможно, но, опять же, есть более, скажем так, премиального сегмента модели. Я не думаю, что они, конечно, подойдут для тех, кто на удаленке, если только они сами их не купят, которые обладают, скажем так, такими более сильными системами шумоподавления. Тут, на самом деле, довольно обширный выбор гарнитур и можно выбрать. Ну, еще один нюанс, вот есть линейка, именно которая предназначена для колл-центров. Если, допустим, в колл-центр кто-то захочет приобрести себе, допустим, Blackwire, то компания Poly оставляет за собой право снять гарантию с наушников гарнитур Blackwire, поскольку они не предназначены. Ну, понятно, то есть это не типичное для них использование. Интересно, мы смотрим Plantronics, а разыгрываем AirPods. Почему? Еще раз. Смотрим презентацию наушников Plantronics, а разыгрываем AirPods. Ну, это много хороших решений на рынке. Мы все-таки разыгрываем не для профессионального использования, поэтому... Какие-то еще вопросы может быть есть кальмиру у наших гостей? На самом деле, я говорю, линейка довольно большая, есть специальная линейка гарнитур, которая предназначена для авиадиспетчеров, отдельный вообще сегмент. Есть линейка для B2B, тоже отдельный сегмент. Можно все это посмотреть на сайте poly.com, ознакомиться со всем разнообразием представленных гарнитур, и уже выбрать, обратиться к нам как дистрибьютору, и мы поможем в выборе, поможем протестировать. Компания Poly говорит, что обязательно тестируйте решение, которое хотите у себя внедрять. Я с этим полностью согласен. Сначала попробуйте, как это будет работать, понравится ли использовать данные гарнитуры, и после этого только делать выбор. Отлично, спасибо, Альмир. Да, я тоже со своей стороны участников конференции иметь решение о поле в виду, обращаться в компанию Абрис, брать какие-то наушники для тестирования, и возможно потом дальнейшее приобретение. Альмир, спасибо.